Ну а вот сегодня налоговая инспекция Челябинской области принимает участие в ежегодной всероссийской акции Дни открытых дверей для граждан, декларирующих доходы. И вот эти Дни открытых дверей в этом году проходят уже в два этапа. Когда жители нашей области смогут посетить эти мероприятия, расскажем прямо сейчас. Да, это другие вопросы мы обсудим с нашим гостем. У нас в студии Елена Зотова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов областной налоговой службы. Елена Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Всегда рада приветствовать вас в нашей студии. Ну, расскажите, пожалуйста, Елена Васильевна, вот когда наши жители, наши зрители могут посетить данные мероприятия? Здравствуйте. Дни открытых дверей в этом году впервые пройдут в два этапа. Это две запоминающиеся даты, одинаковые в марте и в апреле. 23 и 24 марта, и 23 и 24 апреля. То есть первый этап стартует сегодня. Сегодня налоговые инспекции ждут граждан с соответствующими вопросами. С 9 часов утра до 8 часов вечера. Завтра, в субботу, с 10 утра до 3 часов дня. Следующий этап будет 23 и 24 апреля. Это будет понедельник и вторник. Расскажите, вот кому нужно прийти, вот... Дни открытых дверей, вот, с этой тематикой организованы в рамках декларационной кампании, которая проходит ежегодно, также с начала года до 30 апреля, а в этом году с учетом праздничных дней, это до 3 мая можно сдать декларацию. Декларацию необходимо сдавать не всем, а лишь отдельным категориям граждан, которые в прошлом году получили доходы, и необходимо их продекларировать, и налог с этих доходов рассчитать и уплатить. И дни открытых дверей как раз и направлены на то, чтобы гражданам, у которых есть сомнения, нужно ли сдавать декларацию в их конкретной ситуации, прийти, прям необходимость... Просто задать вопрос, да, ему скажут, можно ли... Да, задать вопрос, может быть, даже показать какие-то документы, и в инспекции подскажут, нужно ли сдавать декларацию, какие документы к ней нужно приложить, если ее необходимо, и даже помогут с ее заполнением. Елена Васильевна, я правильно понимаю, если я весь год просто получал зарплату на рабочем месте, мне не надо приходить к вам, а если прийти к вам, то просто попить кофе. Просто сказать здрасте. На самом деле, да, приходят в рамках дни открытых дверей по декларационной кампании те граждане, которые получили доходы в прошлом году, с которых они считают, что налог не уплачен, а уплатить его нужно. И есть ряд категорий, я обозначила самые распространенные, это продавшие имущество, сдававшие в аренду квартиры, ну, либо получившие какие-то другие доходы, няни, гувернантки, садовники, которые работают у физлицы, налог не уплачивается с их доходов, так как, например, вы сказали, у вашего работодателя, он налог удерживает. Вот такие вот категории. И мы правильно понимаем, что человек, приходящий к вам, может получить всю информацию, вы сами расскажете, что и как сделать, да? Конечно, конечно. А какая-то практическая помощь, может быть, давайте мы за вас заполним декларацию. Заполнить за вас нет, конечно, потому что самостоятельно платежщик должен продекларировать доходы, а подсказать, как заполнить, выдать, помочь сделать это в программе, то есть можно скачать программу, придя в инспекцию. Еще самая распространенная услуга и очень востребованная, и очень полезная, это подключиться к личному кабинету. На сегодня личный кабинет дает возможность, не выходя из дома, заполнить декларацию. Программа зашита прямо в личный кабинет, и со всеми подсказками можно заполнить декларацию в личном кабинете, отправить через личный кабинет, подписать сгенерированной в личном кабинете электронной подписью, отсканировать дома же документы и приложить, и тоже отправить через личный кабинет. То есть возможностей очень много. Получить пароль от личного кабинета можно также, один раз придя в инспекцию, можно в дне открытых дверей, потому что больше сотрудников выводим, больше возможностей для того, чтобы оперативно обслужить всех желающих. Ну что ж, Елена Васильевна, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Мы обязательно придем. Придем. Хотя бы для того, чтобы пароль получить для личного кабинета. Как минимум, да. А потом все будем делать, не выходя из дома. Но я напомню, что в гостях у нас была Елена Зотова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов областной налоговой службы. Продолжение следует...